Ребят, всем привет! С вами я, Александр Тяшева. Поздравляю с тем, что вы у меня на марафоне, вы большие молодцы, спасибо за доверие, ценю. Сегодня хочу поговорить с вами и дать некие рекомендации по режиму. Любые достижения в спорте начинаются с режима, а спорт и бизнес, в каком бы вы ни работали, и спорт и жизнь, это в принципе живет по одному регламенту. То, что хорошо спортсменам, то естественно хорошо и нормальным людям. Первое, обязательно уделите время сну. Желательно, конечно же, ложиться хотя бы до нулей. Опять-таки, выработка мелатонина, здоровый сон, и вы не пропустите то самое окно, которое открывается, когда вот зевота. Вот как только вы начали зевать, вот в этот момент надо ложиться спать. Отложить телефоны хотя бы за два часа до сна. Ничего срочного, ничего важного вы не пропустите. Заведите какую-то себе вторую трубку, самую дешевую купите, не знаю, для самых близких. Бабушка может позвонить, мама, дети, чей звонок вы боитесь пропустить. Все остальное обвозякание в социальных сетях. Это все, конечно, здорово, но раз мы с вами сейчас занимаемся зарядкой нашей батарейки, то это подождет, это никуда не уйдет. Эти все интересные картинки будут позже. Мозг разгоняется, начинает думать, и вот та самая бессонница вас настигает, о которой очень многие пишут, и у меня в комментариях пишут люди. Активность надо прекращать. Все, что светится, постараться выключить. Знаете, создать идеальное логово для вампира, чтобы нигде не было света, и уснуть. И еще посмотрела этот материал у индуса Садгуру. Очень серьезная там у него лекция, кто-то его называет шарлатаном, я это все делю на два. Он рекомендует спать головой на юг. Потому что магнитное протяжение северного полюса медленно притягивает вверх всю земную сушу, поскольку в вашей крови циркулирует железо. Если организм очень слаб, вы можете умереть. Просто потому что вы легли спать головой на север. Или у вас может случиться инсульт, или может быть просто беспокойный сон. Вам будут сниться кошмары. Или днем вы будете вести себя неадекватно. Это вот те, кто спали на север. Почему бы нам просто с вами не переложить подушку? Бля, это не надо делать ремонт или двигать кровать. Мы просто переложили подушку. Мы спали причем четко на север. И я заметила, что у меня была бессонница. И я очень долго возякалась, особенно с двух до четырех. Я просыпалась и не могла заснуть. Хотя отложила телефон, не ела за два часа до сна, не пила воду, чтобы не шнырять потом в туалет. Но, тем не менее, просыпалась в кошмарах. И вот так вот вселенная мне подсказала. И я наткнулась на ролик с Адгура про сон. С вами тоже начнутся такие волшебные моменты, потому что мы открыли туда дверь. И сейчас вы сами будете получать все больше и больше информации на тему сна. Сон – это наша основа. Все, не трачу больше вашего времени. Режим – это то, с чего мы начинаем. Завтра будет материал про питание. Подписывайтесь и оставляйте свои комменты. Давайте дискутировать. Мне ваше мнение очень важно. Люблю вас, ваш Лиса.